В эти минуты в белорусской столице идут заседания четырех тематических подгрупп по Украине. Как только они завершатся, итоги начнет обсуждать непосредственно контактная группа. Для представителей Донбасса и Киева это фактически последняя возможность выработать общие решения и преодолеть остающиеся разногласия перед встречей лидеров нормандской четверки. Она состоится уже на следующей неделе. Инзминска передает Алексей Кручинин. Переговоры рабочих подгрупп по Украине начались в Минском президент-отеле около двух часов назад. Сама контактная группа, если все пойдет по плану, должна собраться в течение ближайшего часа. Это заседание последнее перед встречей лидеров нормандской четверки, которая пройдет 2 октября. От сегодняшних итогов во многом зависит, о чем будут говорить в Париже президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии. Сегодня же за закрытыми дверями президент-отеля наверняка идут жаркие споры. И касаются они прежде всего выборов в Донбассе. В ДНР и ЛНР уже назначили даты голосований. Это 18 октября и 1 ноября соответственно. Следующий этап местных выборов предлагается провести в начале 2016 года. В работе политической подгруппы, которая встречается интенсивнее остальных для того, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, мы подготовили план-график с адекватными сроками выполнения каждого пункта политической части комплекса МИР. Он подготовлен исходя из действующего законодательства Украины и регламента Верховной Рады Украины, а также норм, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Все нормативные акты, предусмотренные комплексом мер, должны быть согласованы с представителями республик и могут быть приняты в предложенные сроки, исходя из того, что мы просчитали дату проведения местных выборов на Донбассе – 21 февраля 2016 года. Тем временем Киев любые предложения от ДНР и ЛНР встречает в штыки. Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Герасченко заявила, «На встрече контактной группы сегодня будут требовать отмены любых выборов в Донбассе, кроме назначенных Киевом». А это явно противоречит минским договоренностям. Кроме выхода из политического тупика, на повестке дня в Минске сегодня, конечно, и безопасность в регионе. Здесь можно отметить явные успехи контактной группы. С 1 сентября в Донбассе почти не стреляют. При этом документ об отводе вооружений калибром менее 100 мм, а также танков и минометов, так и не подписан. Сейчас существует уже пять вариантов текста соглашения. В гуманитарной подгруппе продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле всех на всех амнистии для ополченцев и создании транспортных коридоров в зоне конфликта. Эксперты по экономике решают, как восстанавливать водоснабжение, мосты и железнодорожные сообщения. Будет ли сегодня прорыв или хотя бы прогресс, станет ясно ближе к вечеру, когда участники контактной группы покинут зал переговоров. Алексей Кручинин, Сергей Панасюк и Арсений Белясов. Первый канал. Минск.